МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлана Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Вам слово. Спасибо. Да, заключение такого соглашения возможно. Есть такое нотариальное действие, которое называется соглашение об уплате алиментов. Оно позволяет решить вопрос об уплате алиментов до обращения в суд. То есть для этого в суд обращаться не нужно. Соглашение об уплате алиментов может быть заключено в отношении несовершеннолетних детей либо детей уже совершеннолетних, но нетрудоспособных по какой-то причине. Значит, хочется, конечно, особо обратить внимание, что это очень важное условие, что заключение соглашения об уплате алиментов возможно только в том случае, если вопрос уплаты алиментов не был разрешен брачным договором, соглашением о детях, либо вступивших в законную силу решением суда. Потому что если такие акты уже имеют место быть, вопрос об уплате алиментов будет решаться в соответствии с теми условиями, которые заложены в этих актах. То есть изменить его уже соглашением об уплате алиментов никак будет невозможно. То есть это особая норма законодательства. Соглашение об уплате алиментов может быть заключено нотариусом любой нотариальной конторы вне зависимости от места жительства граждан. Соглашение заключается между родителем, который обязан уплачивать алименты, и лицом, который алименты эти получает на несовершеннолетнего ребенка. Соглашение предусматривает возможность самостоятельно по соглашению сторон определить размер, сроки, способ уплаты алиментов. Но здесь, конечно, тоже нужно обратить особое внимание наших телезрителей, что размер алиментов, который определяется в данном соглашении, он не может быть ниже, чем предусмотрен законодательством. Поэтому, конечно же, если возникнет необходимость в таком вопросе, мы предлагаем обратиться к нотариусу любой нотариальной конторы, в которой удобно телезрителю. Там он получит подробную консультацию по данному вопросу, то есть его внимательно выслушает, составит проект этого соглашения и, соответственно, удостоверит. Конечно же, это соглашение можно удостоверить только, если достигнута договоренность между гражданами. В соглашении можно определить несколько вариантов выплаты алиментов. То есть это может быть процент от дохода, либо заработка родителя, который алименты выплачивает. Это может быть какая-то твердая денежная сумма, которая выплачивается единовременно, либо которая выплачивается периодически, либо, что, кстати, у нас востребовано, вот такие соглашения у нас удостоверяются в большей степени, можно передать под выплату алиментов какое-то имущество, которое будет передано в собственность именно ребенка и на него зарегистрировано. Это тоже есть такой вариант уплаты алиментов. Соответственно, тоже стороны по своему соглашению могут решить, каким образом эти алименты будут выплачиваться через почту, либо через какой-то счет в банке, либо, скажем так, наличными на руки. Но это самый, скажем так, менее востребованный вариант, как правило, либо почтовым переводом, либо на счет в банке. Спасибо, Светлана Александровна. А я напоминаю, ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.